Коллеги, следующая лекция посвящена корректно-гемодинамических нарушений в остром периоде черепно-мозговой травмы. Последние международные рекомендации по введению тяжелых черепно-мозговой травм говорят, что необходимо артериальное давление мониторировать и гипотензии не допускать. Гипотензия в данном случае считается снижением систолического артериального давления ниже 90 мм ртутного столба. Есть данные, которые показывают, что даже на госпитальном этапе однократное падение систолического артериального давления ниже 90 мм ртутного столба увеличивает смертность на 50%. Также в этих же рекомендациях приведены исследования третьего уровня, которые показывают, что снижение среднего артериального давления ниже 80 мм ртутного столба также ухудшает результаты лечения. Артериальная гипотензия в остром периоде – это фактор вторичного повреждения головного мозга. Вот эти рекомендации по введению тяжелой черепно-мозговой травмы, к которым не раз сегодня обращались мои коллеги, они представлены на нашем сайте в русскоязычном переводе в PDF-формате. Можно скачивать оттуда свободно. Итак, зачем управлять артериальным давлением? Во-первых, это не допускать развития вторичных повреждений головного мозга и управлять центральным перфузионным давлением, которое, как мы знаем, состоит из среднеартериального давления за вычетом внутричерепного давления. На данном слайде представлены статические показатели артериального давления. Это систолическое давление, которое является показателем постнагрузки на левый желудочек. Диастолическое давление характеризует тонус артерии перфузии миокарда. Пульсовое давление пропорционально ударному объему. Среднее давление определяет перфузию органов и тканей. По этой формуле вычисляется среднеартериальное давление. Если у вас проводится непрерывный инвазивный мониторинг, то компьютерная программа делит пульсовую волну на две равных по площади части и отсюда вычисляет среднеартериальное давление. Итак, если среднеартериальное давление находится в нормальных физиологических пределах, то происходит и нормальная перфузия органов и тканей. Если она снижается, мы получаем ишемию. При чрезмерно высоких показателях среднего давления гиперемия органов и тканей. У пациента снизилось артериальное давление. Каковы же причины? По закону Пуазеля для гемодинамики мы знаем, что артериальное давление зависит от сердечного выброса и периферического сосудистого сопротивления. Сердечный выброс, в свою очередь, зависит от сократимости преднагрузки и постнагрузки. Зная, какой из компонентов составляющих гемодинамики нарушено, мы знаем, как проводить терапию. Соответственно, ошибки в принятии решения в терапии приводят к ухудшению результатов лечения. Так, большие объемы инфузионной терапии, неоправданно большие, приводят к отеку легких. Чрезмерные дозы вазопрессоров, в частности, мезотонов, приводят к полиорганной недостаточности. Передозировка инотропами, чревато аритмиями и острым коронарным синдромом. В нашем отделении мы мониторируем гемодинамику с помощью мониторов Philips и используем методику ПИКО, транспульмонарную термодилюцию. Вот так вот выглядит набор для катетериоза, это набор ПИКО. Этот метод сам представляет собой метод мониторинга состояния гемодинамики. Он основан на комбинации транспульмонарной термодилюции и анализе пульсовой волны. У нас, кстати, пациент сейчас и в остром периоде мониторируется. Если кому интересно, мы можем показать. Преимущество этого метода, то что после калибровки системы на основе анализа формы пульсовой волны мы проводим непрерывный мониторинг сердечного выброса. И, соответственно, проводя мониторинг сердечного выброса, мы можем оценивать эффективность проводимой терапии. Ну, так, теперь к варианту снижения артериального давления, то есть к их причинам. Первое – снижение периферического сопротивления. Может быть вследствие спинальной травмы, повреждения деницефальной области, септического шока, наркотчниковой недостаточности. При снижении периферического сопротивления, соответственно, применяем вазопрессоры, мизотон или норадреналин и проводим инфузионную терапию. При повреждении деницефальной области у нас этой теме была посвящена отдельная работа, кандидатская, нашего коллеги, нашего отделения. И автореферат этой работы выложен также на нашем сайте. При надпочечной недостаточности проводим заместительную терапию. Ну, хотелось бы обратить внимание, мы уже сегодня об этом говорили, касались этой темы, что мы гормонами не лечим черепно-мозговую травму, а всего лишь надпочечную недостаточность, которая осложняет эту черепно-мозговую травму. У нас есть возможность проводить мониторинг гормональный, и, соответственно, мы по показаниям заместительную терапию проводим. Работа по надпочечной недостаточности, то есть ссылка на работу, есть также на нашем сайте. Другой вариант снижения, причина снижения артериального давления – это снижение сердечного выброса. Может быть следствие гиповолемии, снижение венозного возраста, возврата – это то есть снижение преднагрузки и снижение сократимости. При снижении преднагрузки мы увеличиваем инфузию, инфузионную терапию. При снижении сократимости используем инотропы. Так как выбрать инотропы или инфузию? Есть статические динамические показатели волемии. Статические – это общеизвестное ЦВД, давление заклинивания легочной артерии и индекс общего конечного диастолического объема. Этот показатель мы получаем с помощью методики ПИКО. Динамическими показателями являются инфузионный тест, пассивный подъем ног, вариабельность пульсового давления, вариабельность систолического давления и вариабельность ударного объема. Итак, показатели преднагрузки ПИДД, все, наверное, рутинно используют его. Давление заклинивания легочной артерии сейчас все меньше используется. В основном это переходит в область специализированных стационаров, связанных с кардиохирургией или кардиологией. И индекс общего конечного диастолического объема – это показатель ПИКО. Ценность этого показателя, индекса конечного диастолического работа, была показана еще в 1996 году. Проводили сравнительные корреляции сердечного индекса с индексом внутригрудного объема, достаточно высокая корреляция, и корреляции сердечного индекса с ЦВД и с ДЗЛА. И, как видим на слайде, индекс внутригрудного объема крови показал значительно выше корреляцию. В нашем, это результаты нашего собственного исследования, мы сравнивали ударный объем и индекс общего конечного диастолического объема. И также корреляция ударного объема и ЦВД. В первом случае мы получили достаточно высокую корреляцию достоверную, во втором не получили корреляции достоверной вообще. Мы получили показатели преднагрузки, но будет ли эффектно увеличение этих показателей? Это неоднозначный ответ, потому что на данном слайде представлены кривые Франка Старлинга, и в зависимости от состояния миокарда будет различная ответная инфузионная терапия. И статический показатель показывает только ситуацию на данный отрезок времени. Он не показывает, что будет, если увеличивать эту преднагрузку. И если здоровое сердце на увеличение преднагрузки увеличивает сократимость, то при скомпрометированном миокарде этого происходить не будет. Вот на этом слайде видим, что в одном случае увеличиваем преднагрузку, увеличивается ударный объем, в другом случае увеличиваем преднагрузку, и этого не происходит. Для ответа на эти вопросы, будет ли увеличение сократимости и сердечного выброса на увеличение преднагрузки, дает нам динамические показатели преднагрузки, такие как инфузионный тест, пассивный подъем ног и оценка динамических показателей, таких как вариабельность сердечного ударного объема, вариабельность пульсового давления и вариабельность систолического давления. Инфузионный тест выполняется введением болюса определенного объема жидкости, при этом не выполняется других лечебных или диагностических действий, означаются цели артериального давления, сердечный выброс, частота сердечных сокращений и критерии прекращения этого теста, ЦВД или давления заклинивания легочной артерии. И поэтому, после проведения этого теста инфузиона, мы видим также, в каком состоянии находится миокард данного пациента. Здесь, на подъеме кривой, где мы ожидаем ответ на дальнейшую инфузионную нагрузку, или здесь, когда уже не имеет смысла увеличивать инфузионную нагрузку. Пассивный подъем ног. При поднятии ног на 45 градусов увеличивается преднагрузка на правый желудочек, после пульмонарного транзита также происходит увеличение преднагрузки на левый желудочек, и, соответственно, увеличивает, мы можем видеть. Также по кривой франко-тарлинга подъем ног приведет к увеличению ударного объема или нет. То есть, будем иметь прогноз, имеет смысл увеличивать инфузионную терапию или нет. Теперь про вариабельности. Вариабельность пульсового давления, вариабельность систолического и вариабельность ударного объема. Проводится у седатированного пациента на принудительный ВФ. Является также предиктором ответа на инфузию. Физиологическими основами является то, что и пульсовое и систолическое давление результат взаимодействия ударного объема с артериальной системой. Упругие свойства артерии постоянны. У седатированного пациента на принудительный ВФ ритмично меняется внутригрудное давление. Ритмично меняется венозный возврат. Если меняется ударный объем, сердце отвечает на инфузионную изменение преднагрузки. Здесь на этом слайде представлено также два варианта. Верхний вариант. Мы видим, как пульсовые волны меняются в течение акта дыхания. Еще раз хочу напомнить, что это на принудительный ВФ. Аппарат, когда нагнетает определенный объем в легкие, меняется давление и, соответственно, меняется кривая. Соответственно, когда такая вариабельность есть, считается, что если она выше 10% между максимальной точкой и минимальной, то это хороший предъявление ответа на инфузионную терапию. Если будет такая картина, ровная, не будет изменений в течение акта дыхания, значит, у пациента не будет ответа на увеличение инфузионной нагрузки. Этот слайд демонстрирует, что, в принципе, все три показателя, вариабельность систолического давления, вариабельность ударного объема и вариабельность пульсового давления, все считается из одной кривой. Вот пульсовая волна, из нее все это высчитывалось. Недостатками этих показателей являются, во-первых, что он проводит стопоусидосированного больного на принудительный ВЛ и что невозможно проводить оценку при аритмии. Следующий показатель, который также мы получаем с помощью методики ПИКО, это внесосудистая легочная жидкость. Это критерий больше безопасности проведения терапии, нежели ее необходимости или ее объема. В данном исследовании, которое представлено на этом слайде, сравнивали показатели экстраваскулярной легочной жидкости, полученной с помощью методики ПИКО и с помощью посмертной гравиметрии, которая считается золотым стандартным определением жидкости. И тут корреляция 0,96, ну фактически прямая такая корреляция, мощная. Так что это показатель по методике ПИКО ценен и достаточно достоверен. И также проводились исследования, которые показали прямую зависимость увеличения этого показателя. Если он в норме 3,7 мл на килограмм, то при увеличении увеличивается смертность. И соответственно, мой доклад подходит к концу. Этот алгоритм суммирует то, как мы проводим терапию, коррекцию гемодинамических нарушений с помощью методики ПИКО, с помощью расширенного мониторинга гемодинамики. Основные препараты, которые мы используем, их в зависимости от доз, вазопрессорные и ленотропные эффекты. Все. Спасибо за внимание. Продолжение следует...